Алина Загитова решила взять паузу в карьере, реакция Татьяны Навки, Евгения Плющенко, Татьяны Тарасовой. Вчера 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что решила приостановить свою спортивную карьеру. Никуда не ухожу, но не участвую в чемпионате России. Хочу пояснить, что без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Я всегда отбиралась по спортивному принципу, сказала Загитова в эфире Первого канала. Неожиданную новость прокомментировали многие звезды, среди которых Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, наставницы фигуристки Этери Тутберидзе, тренеры Татьяна Тарасова, Тамара Москвина и Алексей Мишин. Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова сказала, что на сегодняшний день Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы. Поэтому она не видит ничего плохого в пропуске Алиной чемпионата России, так как сезон для нее действительно выдался очень тяжелым. Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой тайм-аут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я думаю, что Алина приняла правильное решение, сказала Татьяна. Этери Тутберидзе, тренер отметила, что это решение взять паузу не было случайным. Порядка полутора лет она озвучивала это желание, оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки мира, были сложными. Это уже была какая-то просьба, летом она просила хотя бы паузу, хотела сама прийти к тому решению, что хочет соревноваться. Сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. Специалист отметила, что Загитова продолжит тренироваться, чтобы у нее была возможность возобновить карьеру. Она не приостанавливает тренировочный процесс, а работает, чтобы в любой момент, когда примет решение вернуться, это было возможно сделать. Она очень красиво катается и сама по себе очень красива на льду. Поэтому мы всем тренерским составом Федерации пытались убедить ее продолжить. Мне кажется, Алина все равно без этого не сможет, просто ей нужно прийти к этому самой. Никогда ее уговаривают, а чтобы сама пришла и сказала, что хочет соревноваться и побеждать, добавила тренер. Татьяна Тарасова. Татьяна Тарасова не строит таких оптимистичных прогнозов и считает, что Загитова уже не вернется в большой спорт. Вернется Алина или нет, глупый вопрос, надежды юношей питают. Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность увидеть ее раз в год. Приводит слова Тарасовой ТАСС. Евгений Плющенко. Евгений предполагает, что причиной такого решения могла стать травма. С другой стороны, Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться. В арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум, а все остальное для победы у нее есть. Потрясающий артистизм, скольжение. Но нужен четверной, и она сможет его сделать, сказал он. Спортсмен посоветовал фигуристке продолжать тренироваться, готовиться, выступать и не опускать руки. Надо двигаться дальше, впереди еще много времени, а она мощный спортсмен. Да, была неудача в финале гран-при в Турине, но и у меня такое было. Я просто отвратительно прокатался в гран-при, а потом смог выиграть чемпионат мира. Прокомментировал Плющенко. Алексей Ягудин. Алексей отметил, что Алина вправе делать все, что ей захочется, закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или брать паузу и определяться с планами на следующий сезон. Она сделала в фигурном катании максимум, выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать все, что захочет. Она – взрослый человек и вправе руководить своей жизнью. «А мы как люди, которые на протяжении последних нескольких лет смотрели на нее и сопереживали ей, если у нас есть сердце и мозги, можем только поддерживать любые ее решения», – сказал он. «Алексей Мишин. Я желаю ей в будущем таких же успехов, какие были у нее, когда она была подростком. Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья», – сказал он. Тамара Москвина. Они очень правильно выбрали термин, обозначили, что она пока приостанавливает, вот если бы она сказала, что закончила, это был бы конец. Но она сказала приостанавливает, это правильно, потому что многие спортсмены высокого уровня, которые находятся на вершине мастерства и обязаны его демонстрировать зрителям все время, они требуют отдыха эмоционального, физического, морального, отдыха от ответственности за свое мастерство. «Поэтому это сделано правильно, и в этом термине сквозит надежда, что если что-то приостановлено, то оно может быть и возобновлено, это оставляет надежду на то, что после эмоционального и физического отдыха Алина попробует снова набрать форму и начать выступать», – сказала Москвина. «Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и пишите комментарии под видео, у нас на канале, вы найдете много интересных видео, впереди, еще много интересного, подписывайтесь на нашу группу ВК, благодарим, что вы с нами».